А как ее делать, эту функцию? Как ее делать? Это сложный вопрос. Можно купить специальное устройство, в котором что-то находится, и никто не знает, что. И они говорят, что оно выдает случайные числа, квантово-надежные. Не очень тоже понятно, что это значит, но кажется, считается, что квантовая механика говорит, что невозможно предсказать, когда атом распадется. Вот у нас здесь какой-нибудь атом радиоактивный, я не знаю, третий атом. Вот он в какой-то момент распадается. Но утверждается, что предсказать этот момент никакая наука в принципе не может. Так говорят физики. Соответственно, если вы устроите такую машинку, в которой имеется какое-то количество трите, и они время от времени распадаются, и вы регистрируете эти распады, то, соответственно, можно пытаться, например, у вас есть две такие машинки, и вы, желая получиться случайными, начинаете отсчет и смотрите, какой атом распался раньше. Вроде бы тогда, говорят физики, никакого способа это предсказать. Нет, но в компьютере там же все-таки нет трите. Нет, в компьютере трите, и как работает система рандома в компьютере. В обычном компьютере. В обычном компьютере плохо работает. Значит, а именно, там используется некоторое, как бы, такая псевдослучайная числа, там такая двухуровневая система. То есть сначала там выбирается то, что называется SID. Небольшое случайное число. То есть, хотя там трите и нету, но у компьютера есть пользователь. И пользователь нажимает клавиши в какие-то моменты времени. И вот он нажал две клавиши, и, допустим, можно посчитать, прошло ли между этим четное число именно секунды или нечетное. И есть надежда, что это число будет такое случайное и непредсказуемое. Конечно, оно случайное. Да. Соответственно, если пользователь нажал десять клавиш, то мы можем из этих десяти нажатий извлечь на девять битов. Это мало. Это мало. Но сколько это можно получить? Соответственно, берете некоторое небольшое количество этого слоя. Дальше из этого применяется разные сложные преобразования, которые называются псевдослучайными генераторами. Есть разная степень их надежности. Бывают простые, которые на самом деле легко взламываются, но просто считается, что никому их не нужно взламывать. То есть, которые в задачах криптографии использовать не надо. А там, если мы вычисляем площадь пинь, то можно. Там бывает то, что у нас линейный конкурентный генератор. Он называется на русском, по-английски в общем-то так же. Он ненадежный, в том смысле, что если хотите его взломать, то можно. А есть некоторые другие способы, которые, предположительно, позволяют получить. Там из тысячи, условно говоря, получить уже программу, получить миллион. И миллион это не настоящий случай. Но так они устроены, вот как здесь. Что восстановить, что найти отличие от случайно, это практически невозможно. Это целая очень интересная наука, разработанная там, такими тремя людьми. Яо, Блюк, Микелли, там, в 85-м, что ли, году примерно. Это, то есть, довольно давно больше. Вот они придумали, как из небольшого числа пинь, получить большое число псевдо-случайно-пинь. Которые, конечно, не случайные. Реально могут быть, конечно, далеко не все комбинации. Но это не поймешь. Если наши возможности ограничены вычислениями за какое-то разумное время, то эти не отличишься случайно. Вот такая вот есть. И это реально поменяется, там, равна шифрам и все такое.